друзья всем привет и сегодня мы продолжаем изучать замечательный плагин не collection который должен быть по определению у вас стоять photoshop и быть его неотъемлемой частью и это очередное видео посвященное плагину не collection дополнит плейлист с плейлистом вы можете ознакомиться на канале находится вот здесь и также если вы не знаете что такое не collection как его установить самое первое видео вам в этом поможет ну а сегодня друзья мы обрабатываем с вами пейзаж и сегодня мы с вами изучим такой эффект как усиление солнечного света фотография с которой я буду работать в этом видеоуроке будет находиться по ссылочке в описании к этому видео итак друзья вы на канале арт фото лайф меня зовут серджио и поехали итак друзья перед нами такая незатейливая пейзажная фотография и снять бы ее минуточек на 10 раньше эта фотография сама была бы окутана красивым закатным светом но к сожалению солнце уже практически закатилась света мало и сейчас мы с вами посмотрим как можно улучшить нашу фотографию искусственно добавив него света ну не то чтобы добавив а усилить те светящиеся моменты на фотографии которые присутствуют и сделать фотографии более объемный более атмосферный более интересный красивый и так друзья мы с вами в lightroom по большому пейзажная фотография редко когда требуют каких-то глубоких изменений поэтому мы с вами что делаем давайте светлые области уведем влево экспозицию я слегка повышу сделаю фотографию посветлее смотрю на гистограмму но это чисто так для ориентира все-таки больше важен визуал тени я повышаю вправо где-то примерно на 55 этого пожалуй будет достаточно и давайте мы слегка точку черного уведем немного влево и светлые участки я тоже немного подтянул влево пожалуй это слишком ярко я чуть-чуть убавлю экспозицию вот таким вот образом и теперь давайте поработаем немножко с усилением цветов для этого перейдем в калибровку и насыщенность синего канала двинем немного вправо теперь давайте попробуем зеленый канал он тоже можно слегка приподнять при этом мы саму зелень сделаем чуть-чуть по изумруднее вот пожалуй таким вот образом и сделаем красный свет немного теплее в сторону оранжевого на плюс 9 и насыщенность я тоже слегка повышу на 12 и так у нас получается красный канал тон 9 насыщенность 12 зеленый канал тон плюс 20 насыщенность плюс 33 синий канал тон 0 насыщенность плюс 69 давайте теперь перейдем в чисел сделаем красные оттенки также слегка по оранжевее оранжевый немного в сторону красного желтенький сделаем тоже слегка оранжевым уведем влево и так красный плюс 13 оранжевый минус 7 желтый минус 11 пожалуй все здесь больше никаких преобразований я делать не буду нажимаю control е и перехожу photoshop и так друзья наша фотография открыта в photoshop и нажимаем сочетание клавиш control джей у нас появляется дубликат слоя и теперь мы переходим фильтр ник collection color effects pro теперь друзья кликаем кнопочку все найдите здесь фильтр который называется солнечный свет кликните на звездочку сделайте ее желтый пусть у вас данный фильтр появится в избранных и так друзья кликаем на фильтр солнечный свет фотография сразу практически преобразовалась делалось более красивее более насыщенный и появился эффект падающих солнечных лучей которые отражаются на поверхностях и теперь давайте мы посмотрим у нас здесь есть некоторые ползунки мы можем подрегулировать их интенсивность света я поставлю на 24 температуру сделаю потеплее 5249 кельвин яркость яркость тоже сделаю слегка побольше плюс 40 добавлю немножко контраста и давайте теперь посмотрим насыщенность насыщенность буквально чуть-чуть добавлю три процента пожалуй это все кликаю окей и так плагинчик применился давайте посмотрим какая фотография была до применения солнечного света и какая стала после вот такой эффект мне нравится намного больше но я хотел бы здесь подрегулировать немножко цвета поэтому идем мы в корректирующие слои выбираем выборочная коррекция света в красных мы с вами давайте посмотрим голубой двигая влево можно добавить дополнительное свечение красных оттенков голубой я подвину на минус 22 теперь пурпурный пурпурный цвет в красном дает такие красноватые оттенки я все-таки хочу чтобы было немножко больше желтенького потому что ну закатное солнце но вот здесь желтая и соответственно мне хочется чтобы фотография была не красная а ближе к желтому пурпурный я уберу на минус 18 чуть-чуть добавлю желтого плюс 6 теперь перейдем желтые оттенки и давайте здесь тоже попробуем здесь пожалуй наоборот я немножко добавлю голубых плюс 5 добавлю пурпурных плюс 9 желтый цвет я тоже слегка повышу на плюс 18 ну и пожалуй вот все на этом можно и остановиться и так теперь мы все наши изменения соберем на новый слой нажимаем сочетание клавиш alt ctrl shift е и теперь давайте добавим резкости в наше изображение которое мы слегка потеряли применив вот этот плагин солнечный свет но перед этим всегда нужно менять размер изображения чтобы резкость которую вы наложите более адекватно отображалась на вашем снимке и так мы переходим в изображение размер изображения я сделаю размер своего изображения 1600 пикселей на 2000 кликаю ok фотография стала меньше control 0 раздвигаем ее на весь экран теперь идем фильтр другое цветовой контраст и подберем здесь такое значение пикселя которая у нас мелкие детали слегка так обведет как графическим карандашом пожалуй радиус пикселях я выставлю 1 и 2 кликаю ok и теперь режим наложения меняю на перекрытие и у нас добавилось резкости текстурки вот например вот эти листики веточки на среднем плане стали более явные заметные если я увеличу изображение то вы можете обратить внимание без дополнительной резкости из дополнительной резкостью если вам кажется что вы переборщили с резкостью вы можете непрозрачность верхнего слоя там где у нас применена резкость немножко разбавить с нижним слоем то есть вот давайте я слегка пониже пожалуй где-то на 87 и теперь нам нужно опять собрать изображение на новый слой alt control shift е и все наша фотография готова над ней еще можно конечно работать но она уже вполне достойно для того чтобы ее публиковать в соц сетях и так сохраняем фотографию alt control shift с выставляем jpeg качество наилучшее встроенный профиль преобразовать в srgb и в методанных я всегда оставляю авторские права чтобы они отображались в тегах моей фотографии нажимаем сохранить и сохраняем в том месте в котором необходимо и теперь давайте посмотрим какая фотография была изначально и как мы ее преобразовали применив несколько достаточно простых приемов и друзья маленькая ремарочка если вы примените данный эффект другому жанру например городской фотографии к архитектуре вы увидите как фотография заиграет новым интересным эффектом и в нее также добавится атмосфера и интересная тональность вот например питерский дворик дом и вот так фотография выглядела без фильтра и вот так она выглядит с фильтром солнечный свет достаточно интересный эффект с таким легким размытием ну вот друзья на этом и все как вы сами убедились инструмент достаточно очень простой и в то же время дает очень интересный красивый эффект если видео было полезным не забудь поддержать канал лайком и комментарием можешь писать и критику я обязательно не учту в следующих уроках и так друзья с вами был серджио вы на канале арт фото желаю вам творческих высот всем пока и до новых встреч